Но важно гармонично сочетать эти иния, не забывать друг о друге. Я хотел бы подчеркнуть очень важный метафизический аспект, обычное выражение, которое во многих книжках по китайской философии и культуре публикуется, о том, что традиционно китайцы воспринимают мир как три единства – небо, земля и человек. В цигун, в даотских техниках, в буддийских часто упоминается о том, что вот есть человек, и он между землей и небом. На этом выстроены и дзин, и багуа, и многие вещи, которые мы знаем из китайской культуры и традиции. В чем глубокий смысл метафизический вот этого треугольника жизни? Есть небо, есть земля, есть человек. Можно сказать, что небо – это судьба, то, что предопределено и то, что невозможно изменить. Обобщая всю эту картину нашей жизни, мы можем сказать, что 33% – это доля именно судьбы в нашей жизни, то, что мы не можем изменить. 33% связано с местом, с местом, где мы живем. Это страна, город, дом, квартира, коттедж. То есть то, что в этих рамках мы можем менять ситуацию в своей жизни, менять свою жизнь к лучшему. От нуля до 33%. И третья часть треугольника жизни – это человек. Собственно, сам человек, его характер, его эмоции, то, что тоже мы можем изменить. То есть это различные развивающие практики, цигун, йога, психология, философия. Просто любая работа человека над самим собой. Все элементы осознания. И если мы проанализируем эту ситуацию с треугольником метафизическим, мы можем сказать, что правы все. Правы в своем срезе анализа ситуации. Например, есть фаталисты, которые говорят, вы знаете, все предопределено. То есть на небе прописана любая судьба человека. Поэтому мы можем и за счет астрологии, или хиромантии, или графологии, или физиогномики читать будущее человека, его предсказывать судьбу. Обычно, если человек не работает над собой, над своим характером, его, допустим, этот процент может составлять 0-1%. То есть изначально у него скверный характер. И если он живет в плохом месте, очень неблагоприятное место, то есть 0-1%. В этом случае действительно судьба полностью руководит этим человеком. То есть он полностью подлежит влиянию звезд и всех тех линий и бугорков, которые на его ладонях. Но если человек начинает работать над собой, если он применяет знания фэн-шуй и обустраивает свое место, исследуя законы природы, принципы естественного развития, процент нарастает. То есть мы можем до 33% нарастить фэн-шуй, качество места, и мы можем до 33% изменить свой характер, свою суть, свое поведение, отношение к другим людям. И в этом случае мы видим, что 66% за счет места и характера уже перевешивают судьбу. И в этом случае происходят какие-то сбои или ошибки в предсказаниях. Тогда мы можем выходить за рамки судьбы, предсказаний и вершить свою судьбу, переписывать судьбу на небесах. Но это, конечно, по максимуму, 33 и 33. То есть есть к чему всегда стремиться, потому что достичь сразу таких больших процентов очень трудно.